Ребята, всем привет! Меня зовут Иван Марчев, я музыкант и немного видеограф. Вот сегодня видеограф. Видео это спонтанное, я его совершенно не планировал, и появилось оно так же внезапно, как внезапно появляется энтузиазм, когда ты понимаешь, что можешь сэкономить 500 долларов. Согласитесь, это приятно. Я должен сразу сказать, что видеограф я неопытный, видеограф я начинающий, поэтому все, что я говорю, пропускайте через свои какие-то фильтры, обдумывайте все еще 10 раз, если соберетесь что-то повторить за мной. Это будет только проба. То, насколько я владею навыками съемки, монтажа и цветокоррекции, на данный момент вы можете увидеть из моего клипа на музыку из Терминатора, который у меня вышел буквально на днях, где-то вот тут сверху, наверное, ссылка появится, и в описании ролика будет ссылка. Вот это то, что я представляю из себя на сегодняшний день. А речь сегодня пойдет о стабилизации камеры с помощью такой штуки, как синий сэдл. Это такая смесь подушки и сумки на лямке. Вы эту штуку вешаете себе через плечо. Посреди этой подушки выемка, такая ложбинка, в которую вы укладываете вашу камеру, ваш риг, и тем самым вы снимаете вес с рук и переносите его на плечи. О существовании этой штуки я узнал из видеоролика талантливейших ребят с канала Утопия Шоу, со съемки какого-то их бэкстейджа, потом еще немного посмотрел на эту тему YouTube, довольно немного, как мне показалось, видеороликов на русском языке об этом. И самое главное, что отталкивает в этом девайсе, это его цена. Оригинальный синий сэдл стоит 500 долларов, но это, согласитесь, отпугивает, при том, что это сумка с лямкой. Я решил полезть, посмотреть, что там у китайцев. Зашел на Алиэкспресс, и в первом же объявлении подделка на этот синий сэдл, который, кстати, тоже стоит прилично, он стоил 22 тысячи. Я полистал скриншоты и увидел на одном из них внутренности этого изделия, и обнаружил там белые гранулы. Я понял, что это пенопласт, такой же, как в бескаркасной мебели, такой же, как в моем бескаркасном кресле. И тут у меня картина мира сложилась. Я понял, что мне нужна дешевая спортивная сумка, пенопласт и целлофановый пакет. Целлофановый пакет нужен для того, чтобы крошить пенопласт не напрямую в сумку, и потом два дня выбирать его оттуда, если сумка понадобилась, а чтобы это сделать в целлофан, и этот целлофановый пакет уже внутри сумки закрыть. Почему именно пенопласт? Потому что по опыту пользования бескаркасным креслом, я знаю, что он, во-первых, хорошо держит объем, ну, в том смысле, что он не продавливается больше положенного, когда ты в него сел. Во-вторых, он здорово формирует разные формы, то есть вот эта ложбинка, которая в оригинальном сине седле сделана изначально, вы просто кладете камеру на свою сумку, и ложбинка там появляется сама собой. А в-третьих, ну, то есть на самом деле, это, во-первых, это самое главное, это вес. Это одно из самых легких решений, которое мне вообще пришло в голову. В общем, сейчас буду делать свой самодельный синий седл, коротенько покажу, как я это делаю, а потом сниму пару шотов и покажу, что у меня из этого получилось. Приятного просмотра. Теперь уже с телефона, ребята, извиняйте. В общем, решил отказаться от целлофанового пакета внутри, потому что он создает воздушный мешок, его сложно сдуть. Ну и как-то в целом он напрягал, пересыпал все прямо в сумку. И, в общем, сейчас буду пробовать. Вот то, что я буду сейчас пытаться на себе носить. Это Black Magic с Sigma 1835 и с экраном накамерным. В общем, довольно тяжелая штука. И сейчас попробую, что из этого получится. Суть получилась суперлегкая, вообще ничего не весит. В этом плане все сработало так, как я планировал. Как-то вот так оно должно быть надето. Мне так кажется. И берем камеру, включаем здесь. Включаем здесь. Крышечку снимаем. И сейчас я пару шотов сделаю, чтобы посмотреть, как это работает. Как это работает, сейчас посмотрим. А выглядит это вот так. На самом деле, есть ощущение, что результат достигнут, потому что веса на руках нет. Просто придерживаю ее двумя пальцами. Ну и что, и поснимаем. Вы знаете, мне кажется, это работает. Нужно удобно повесить, чтобы был правильный горизонт. И да, да. Мне кажется, девайс работает. Пока никаких проблем не вижу. Единственное, только надо внимательно смотреть за горизонтом и повесить ее ровно, чтобы на нее ровно положить камеру. А как это будет в работе, как это будет в съемке, не знаю. Посмотрим. У меня запланирована еще одна съемка на какое-то обозримое будущее. Буду снимать еще один клип. Поэтому подписывайтесь, увидите, что получилось, и поймете, работает это или нет. Вот такой получился самодельный синий седл. Вот такой получился спонтанный ролик. Стоило оно того или нет. Удобно это или неудобно, покажет время. Ну а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. И до новых встреч. Пока.